Где мы живем и чем мы болеем? В данном случае, чем болеют наши зубы? Я все понимаю, что эта информация не для детей типа взрослых до 40 лет. Хотя, поверьте, зубы ломаются всегда. Я для тех, у кого мозги действуют правильно. Зубы уже не те, да и здоровье не детское. Информация для тех, кто в оконцовке жизни прожить ее хочет правильно и долго. Наличие достаточно агрессивной среды в воздухе, потому что выброс различных отходов производства металлургического в воздух приводит к тому, что у нас есть определенная пылегазовая смесь, которая при возникновении осадков иногда приобретает и агрессивные, может приобретать и агрессивные качества. Приводит к тому, что все-таки заболевания твердых тканей зубов, заболевания слизистых, полости рта и органов полости рта, носоглотки и органов дыхания, все-таки требует достаточно повышенного внимания и от пациентов, в первую очередь, и, соответственно, от медиков, когда к ним обращаются люди, для того, чтобы внимательнее осматривать, скажем, полости рта, полносоглотки, органы, скажем, глотки, ротоглотки, носоглотки и так далее, для того, чтобы четко оценивать то состояние всех вот этих тканей, которые подвергаются постоянному воздействию, скажем, не очень благоприятной внешней среды. Да о чем мы говорим? Зубы. Сегодня это наша тема. К слову, наша клиника Агат, по сути, это лучший передовик производства. Контор-то много, но не каждый директор проводит операции сам. Здесь все по-другому. И мы приходим к возможности установить импланты. А это лучше делать, как только зубы рассыпались. У вас есть доход. Итак, что лучше? Позаботиться о себе или покупать никому не нужные понты типа машины? Смотрите, какая интересная история. Человек в своей жизни получает два набора зубов. Первый раз – это молочные зубы, второй раз – это постоянные зубы. К сожалению, так случается, что постепенно эти зубы утрачиваются. В силу ряда причин возникает. К сожалению, сейчас эта проблема становится все моложе и моложе. Постепенно возникает перед человеком проблема, как этот недостаток этих зубов восстановить. Существовало очень много различных методик, в том числе использование мастовидных протезов, в том числе использование съемных протезов, коронок и так далее. В последнее время очень активно начали применяться конструкции, которые по своим свойствам, по своим качествам практически на сегодняшний день являются близкими к идеалу. То есть это несъемные конструкции с опорой на зубные имплантаты. Что это такое? Это когда вместо отсутствующего зуба в кость, в челюсть вживляется титановая конструкция, которая служит, по сути дела, имитацией корня зуба. Происходит ее остеоинтеграция, то есть, по сути дела, приживление. Корень титановой опоры вживляется, кость ее обрастает. Обрастает настолько прочно, что вот эта титановая конструкция может выдерживать жевательную нагрузку. Причем жевательная нагрузка у нас достаточно большая, достигает до 500 килограммов. И затем уже на наружную часть вот этой титановой конструкции, которая потом уже, по мере приживления ее, скажем так, соединяется с внутрикостной частью, надевается металлокерамическая, либо безметалловая, либо конструкция на основе диоксида циркония, коронка, которая подбирается по цвету, по размеру, по форме тех зубов, которые есть у пациента. То есть достигается косметический эффект, достигается функциональный эффект. Значит, дело в том, что эта конструкция, во-первых, она несъемная. Человек не связан с проблемой, что нужно вынимать какие-то протезы, подвергать их какой-то гигиенической обработке или что-то. То есть это зубы как свои родные. Единственное, что, конечно, эти конструкции требуют такого же внимания, как и свои зубы. То есть необходимо гигиеническая обработка, то есть чистить зубы, как всегда, два раза в день. И, естественно, раз в полгода обязательно посещение стоматолога для того, чтобы оценивать состояние вот этой вот опорной части вот этого имплантата. А теперь заглавная тема сюжета. Вы слышали ранее, что не каждый директор оперирует. И вот вам тот директор, который оперирует и вставляет импланты. Вы понимаете, о чем я говорю? Он с его опытом работы без сомнения лучший специалист в городе Магнитогорске, в Челябинской области, да и, думаю, в Уральском регионе. А история операции – это правильное обезболивание. Причем, господа, я вам крайне рекомендую проконсультироваться со специалистом, коих в Агате много. А уже потом и время на операцию небольшое. Примерно 20 минут и у вас имплант. Вопросов, конечно, много. Надо сделать так, чтобы имплант прижился. Надо, конечно, сделать вам аналог зуба. И для этого есть специальные приспособы. Тоже здесь внимательно и быстро вы получаете весь слепок рта. А кто делает заменители зуба, свою работу знают хорошо. Потому что скоро юбилейчик здесь будет. К слову, о количестве времени с момента возникновения Агата. То есть, господа мои товарищи, лучшей и качественной специалистов, походу, нет. Но вы можете поискать. И вот оно внедрение импланта. Не торопясь, не спеша, он вкручивается в челюсть. И остается только зашить. Вот, собственно, вся операция. Быстро и качественно. Конечно. Мы занимаемся имплантологией уже очень давно. С 94-95 годов мы очень плотно занимаемся установкой имплантации. Вот в 94-95 году я, специалист нашего центра, прошли обучение в германских фирмах. И после этого мы работаем с немецкими производителями. И работаем уже на третьем поколении имплантатов. То есть, имплантаты тоже совершенствуются, тоже меняется их дизайн, макро-дизайн, микро-дизайн. Меняются технологические, скажем так, составляющие. Меняются определенные, скажем, подходы. Меняются показания. Меняется много что меняется. И вот в течение вот этого времени, то есть, это практически уже больше 20 лет, мы занимаемся имплантацией. За это время мы освоили не только саму имплантацию, но и весь комплекс тех операций, которые направлены на то, чтобы создать условия для установки имплантатов. В тех случаях, когда недостаточно костной ткани, в тех случаях, когда эта костная ткань утрачена либо после травм, либо после, скажем, каких-то операций, либо после того, когда в результате длительного отсутствия зубов произошла атрофия костной ткани, либо в тех случаях, когда слишком близко прилежат какие-то анатомические образования, то есть, гайморова пазуха слишком низко расположена, и необходимо провести синус лифтинг. И поэтому мы сейчас освоили все вот эти вот манипуляции и широко их применяем. То есть, это и синус лифтинг, и аугментация с применением как собственной кости пациента в качестве трансплантата, то есть трансплантация костной ткани, так и с помощью аугментата из костнозамещающих материалов швейцарского производства, корейского производства, немецкого производства и отечественного производства. То есть, результатов у нас очень много уже за это время накопилось. У нас есть пациенты, которые ходят с имплантатами более 20 лет. Более 20 лет, да. Есть пациенты, которым уже на тех имплантатах, которые были установлены, уже меняли коронковую часть, то есть коронки меняли. То есть, коронки постепенно приходят в негодность, где-то скололась эмаль, где-то возникла микротрещина. Иногда приходится менять саму коронку, имплантат сам остается. То есть, скажем так, процесс проходит. У нас в этом отношении мы сейчас развиваемся в том плане, что у нас улучшилась диагностика в связи с тем, что мы приобрели аппарат для конусно-лучевой компьютерной томографии. То есть, мы сейчас более тщательно подходим к диагностике состояния костной ткани для подготовки пациента к дентальной имплантации. И не сбавляя обороты, то есть, постоянно участвуем и в различных международных конференциях, в различных международных семинарах, обучающих, мастер-классах. К нам приезжают специалисты. То есть, мы в этом направлении работаем, работаем очень широко. Наши зубные техники, наши врачи-ортопеды постоянно учатся для того, чтобы повысить качество. Потому что, в общем-то, не секрет, что ортопедическая конструкция, установленная на имплантатах, будет работать тем дольше, чем точнее она выполнена. Статистика на сегодняшний день мировая говорит, что самый длительный срок, ну так, грубо говоря, жизни имплантата, то есть, ортопедическая конструкция на имплантате, зафиксированной в мире, это 42 года. То есть, оно, конечно, красиво. Я даже знаю тех, у кого нет просто зубов, а есть импланты. К слову, на сегодняшний день, при общей потере всех зубов, а такое случается, агат может вам полностью восстановить на имплантах все зубы. Во как! А про историю отношений вы помните? С момента основания и до сих пор агатовские импланты стоят. И, к сожалению, как вы понимаете, стоят они и в других местах. Чтобы история знала марку Агата. Могу сказать, что, как правило, те люди, которые приходят к нам, мы даем объяснение в том плане, что никто никогда не требует сразу приходить с кучей каких-то денег сразу платить. Во-первых, платится все только за выполненную работу. А поскольку установка имплантатов – это этапное лечение, то есть сначала проводится установка имплантатов, то есть оперативный этап, затем имплантаты должны прижиться. Это от 2 до 4 месяцев в зависимости от сложности, в зависимости от места расположения имплантатов. Затем после этого уже начинает этап подготовки к протезированию, то есть там промежуточный этап установки формирователя десны и так далее, и так далее. И потом протезирование, которое тоже идет где-то в течение месяца. То есть при максимально сложных ситуациях процедура может растянуться на полгода, может быть, даже чуть больше, до 7 месяцев. Это и есть очень сложные случаи. Таким образом, человек платит за сделанную работу. Сделали ему, допустим, хирургический этап, он заплатил только за хирургию. Следующий этап наступает, грубо говоря, через 3 месяца. На эти 3 месяца у него, по сути дела, действует определенная рассрочка. Начинается следующий этап, где требуются дополнительные оплаты. Ему выписывается платежный документ, снова наступает рассрочка. То есть заключаются соответствующие документы, то есть документы рассрочки. Он начинает уже не платить всю сумму сразу, а платит поэтапно. Таким образом снижается вот эта, скажем, тяжесть платежных финансовых обязательств. И в итоге пациент, да, за определенные деньги получает полноценную возможность жевать, полноценную возможность разговаривать, полноценную возможность улыбаться, вот полноценную возможность функционировать, скажем, как своими родными зубами, да, за определенные деньги, но в то же время это, скажем так, полноценная жизнь, без каких-либо съемных конструкций. Давайте определимся с ценой вопроса. 70 тысяч рублей. То есть мы говорим, что в принципе за полгода, если все это дело разбить, то сумма получается в районе 9 тысяч рублей, если честно. Эту сумму каждый может себе позволить. Каждый. Надо только голову включать. Вероятно, да. Вероятно, да.